Всем привет! Добро пожаловать! Сегодня будет такое болтологическое видео, больше, наверное. Сейчас буду делать вот такую вот масочку. Расскажу, что случилось. Почему так долго видео не было. Спасибо, девочки, большое тем, кто мне писал, интересовался, как дела там. Сюда всё, в принципе, хорошо. Вот, ничего особенного. Ну, наверное, слышно по мне, что... В общем, сколько я уже не снимала, это, получается... Сейчас, наверное, буду очень много путаться, потому что ну, давно камеру не снимала, в общем. Короче, первые там 2-3 дня у меня было очень много просто работы. Вот, реально, прям, вот, ну, вообще я даже, ну, еду-то особо никакую не готовила, бутерброды для мужа. Муж бутерброд, а я себе готовила. Ха-ха. Я просто заранее всё приготовила. Я просто уже неделю сижу, записываю всё, вот, секрет, ну, это потом, сейчас я расскажу дальше, так, что потом, не знаю, на каком фоне, кстати, видите, вот это красное пятно? Вот здесь, вот, около глаза. Сейчас тоже вам расскажу. На каком фоне, короче, у меня просто пропадает голос. Просто, ни с того, ни с сего. Чувствую себя нормально, вот. Злая, правда, как собака, потому что сработает ног. Вот, ничего не успеваю, а так, ну, в принципе, чувствовался, он просто пропадает голос. И вот сейчас, вот, видите, он, как бы, ну, охрипший голос. Когда вот вчера уже, ну, более-менее я стала говорить, и вот сегодня чуть получше. Это, я считаю, ну, сколько, полторы, почти, ну, неделя голос. Полторы не снимал. Ну, в общем, пропадает, короче, голос. И в этот момент, как назло, меня вспомнили все родственники, все подруги. Столько звонков было. Ну, это не относится, конечно, к делу. Просто вот так вот, да. Так, что пропал голос. Потом вот стал возвращаться. Я думаю, можно, ну, вчера хотела снять, позавчера хотела снять. Потом думаю, ну, как, ну, точнее, как, работы все, как бы, я все сделала, да. Думаю, надо, как бы, снимать. А как снимать, если я, ну, говорить не могу. Я реально, вот, я только шепотом могла говорить. Ну, понимаете. Вот, кто голос терял, как бы, тут, наверное, ну, понимает. Ну, и что, поэтому вот я не снимала. Значит, голос появился, когда, ну, вчера более-менее я стала. Позавчера у меня прихватило поясницу. Это старость. Это капец, как, столько болячек у меня за последний год выскочило. Ну, это просто ужас. Короче, прихватило поясницу. Короче, не знаю, что там. Короче, вот где крестец. Не знаю, правильно я говорю. Короче, вот еле-еле ходила. Хотя я сейчас стараюсь. Вот вчера, кстати, ходила. И вчера прям было прям ужасно вечером, как она у меня оболела, эта поясница. Но я все равно встала и пошла. Уже вот, говорю, где-то неделю я придерживаюсь правильного питания. И, ну, как придерживаюсь, я все записываю. Все, в полторы тысячи калорий. И интервальные голодания. 16. В основном у меня 16. Один день у меня было 14. Интервальное голодание. Вот, похудела на 2 килограмма. Так, ну и что я говорила? Короче, схватила поясницу. Вчера все равно пошла гулять. Вчера было очень сильно. У меня прям она болела. И сейчас, кстати, очень сильно болит. Ну так, терпимо. Значит, что? Все равно пошла гулять, но выдержала только, по-моему, 33 минуты я ходила. Там, по-моему, полтора километра. Надо за час. Ну, я так для себя решила. За час надо 5 километров. В принципе, для меня это, ну, нормально. Я так хожу. В принципе, я хожу быстро. Поэтому для меня это труда как бы не составляет. То есть, ну, как бы проходить это время. Так, почему пропала? Рассказала о работе. Потом заболела. Сейчас у меня болит поясница. Что-то у меня еще... А, и у меня... Ну, сегодня вот, кстати, она не болит. Где кисть? Кисть ноги, не знаю. А, нет, левая. Что я правую-то? Короче, вот там вот у меня тоже болела вчера. Не знаю. Короче, разваливаюсь. Сегодня с утра встала. Значит, такая, думаю... Я, кстати, даже переписалась. Должна была неделю назад делать себе маникюр. Переписалась, потому что было очень много работы. Потом голоса не было. Короче, ну, все как я люблю. Все 33 удовольствия у меня за эти полторы недели. Фу, как бы голос сейчас не сел. Так много говорю. Уже целых, вон, почти 5 минут. Так. Значит, с утра встаю. Такая, думаю, уже встала. Ну, не так сильно болела поясница у меня. Встаю, думаю, надо почистить духовку. Потому что, ну, завтра мне на маникюрку чему я говорю. Говорю, путаться буду, потому что... И это, думаю, надо почистить духовку, чтобы мне уже все к ней не прикасаться. Хотя я это делала в перчатках. Я, в принципе, духовку мою в перчатках. Все остальное мою без перчаток. На духовку, вот именно духовку, мою с перчатками. Потому что, ну, у меня до этого санита была. Она термоядерная такая прям. И, в общем-то, помыл. И сто лет я ее не мыла. Уже хотела помыть ее, когда Фаберлик купила для плиток и духовок. Ну, так я ее не мыла. Вот сегодня помыла. Ну, естественно, я же там вот это вот все. Вот это и меня опять, короче, прихватило. Но я все равно пойду сегодня гулять. Хотя бы на полчаса, но пойду. Я, короче... Ну, и по поводу этого средства Фаберлик. Мне же многие же советовали. Ну, на самом деле, как я и думала, чудес не бывает. Я не скажу, что оно какое-то плохое. Или там оно супер просто мега крутое. Ну, вот средства от Фаберлика для плиток и духовок. Ничего особенного, честно говоря. Вообще ничего особенного. Так же, как и санита у меня справляется, да, из фикс-прайса за 55 рублей. Так же и этот Фаберлик. Не знаю, возможно, я делаю что-то неправильно. Но что там делать неправильно? Нанес, потер и смыл, да, грубо говоря. Что можно делать неправильно? Вот. И что я хотела сказать? А, причем я сделала, знаете, как первый раз так делала. Взяла, сначала разогрела духовку, ну, на чуть-чуть. Чтобы она, знаете, ну, как бы немножко такая тепленькая была. Чтобы вот, ну, так. Блин, локотки еще сохнут. Но они уже давно сохнут. Кстати, с весной вас. Не знаю, когда влог выйдет. Сегодня, по-моему, второе. Да, наверное, завтра я его смонтирую. Ну, это. Что я говорила-то? А, ну, в общем, разогрела, ну, в тепленькую. Нанесла, все. Хорошенько потерла. Когда терла? Помните, вот говорю вам, вот здесь у меня красное пятнышко. Короче, видимо, я же там это, терла, как терла. И мне, короче, в лицо попало. Причем, вот пятнышко, наверное, видно на носу. Это я не потерла. А вот сюда попало. И я, короче, взяла и почесала. Ну, не в перчатках, конечно, после того, когда уже перчатки сняла. Взяла вот так вот, чуть-чуть почесала. Потом подхожу к зеркалу. У меня там такая вот. Короче, сожгла вот кусочек вот здесь под глазом. Прям, ну, короче. Оно тоже, кстати, термоядерное такое средство. Именно для рук. А так вроде, ну, нет. Так оно не пахнет. Если санита, вот оно просто вот так вот, знаете, ну, оно прям, компец, Саш. Это, знаете, кстати, Брев покупала вот я для плит. Я же Хомстар обычно это самое использую. Он мне вообще нравится. Классный. Здесь, в принципе, еще он два раза хватит. Три на пять, наверное, да. Санита мне на пять-семь раз хватает. Вот это средство тоже термоядерное. Оно как бы справляется со своей задачей. Но оно, вот знаете, попшикаешь и вот хочется убежать. Ну, как бы так, в принципе, справляется. Это 150 рублей по акции, а санита 55 рублей. Короче, экспресс рулит для меня, по крайней мере. Вот. Так, что, про духовку помыла. Помыла духовку. Ой, и, короче, вот у меня опять этот спина вот эта заболела. Не знаю уже, как там это называется. Так, в общем, сегодня я буду болтать и покажу, что я кушаю. Про похудение. Так, это я сказала, это я сказала, это я сказала. Так, хочется много всего сказать, ну, как обычно. Так, тут надо побольше, побольше, чтобы. Так, про похудение. Я сижу уже неделю, даже, может, чуть побольше. Сбросила два килограмма. Но, мне кажется, это не от этого, что я сбросила два килограмма, а потому что я перестала есть молочку. То есть, если раньше я, все люди разные, определённо все люди разные. Я просто, ну, как бы к молочке отношусь равнодушно. Ну, как бы вот творог, да, я его ела, потому что мне нужен был белок. Вот, поэтому я ела творог. Ну, как бы я без него спокойно, вообще, вообще спокойно. В детстве, ну, просто я помню, в детстве как-то был период. Ну, нет, у нас не было такого, там, запеканки, сырники. У нас были блины, блинчики, да, вот если вот так вот. Просто вспоминаю детство. Ну, в детстве, в самом детстве у нас творога тоже вот по деревням, у нас не было такого вот творога. Прям вот, чтобы постоянно был творог. Сметана было, молоко было, было, да, вот. Ну, просто я вот так вот сейчас, ну, анализирую, да. Может, я как-то, ну, короче, дело будет к ночи. И, как бы, ну, к творогу я совершенно равнодушно отношусь. И, может быть, поэтому вот я ела вот эту молочку, да, и, ну, как бы все люди разные. И мне вот этот вот творог, он не давал мне, ну, как бы, идти вперёд. Может быть, что-то в моём организме такое, что творог вот это всё задерживал. Не знаю, к врачу я говорю, не ходила, не знаю. Говорю, короче, вот, короче, дело будет к ночи. И, короче, вот минус, короче, вот минус, блин, зубы надо ещё почистить. Сори. Что-то выбежала быстрее, думаю, надо снимать. Потому что очень хочу есть. Я сегодня пропустила один приём пищи, потому что я вчера поздно поела, потому что у меня разболелась спина, потом мне захотелось есть. Ну, я поела поздно, но за 2 часа всё равно до сна. И потому что я ещё не спала из-за этого позвоночника. Ну, в общем, всё нормально. Главное вот интервальное и главное правильное. Ну, как правильное, просто без всяких там говняшек кушать. Так, что, про похудение. Вот 2 килограмма я сбросила. Хожу каждый день эту неделю, кроме одного дня. Даже вот вчера, говорю, у меня просто разболелась спина. Кроме одного дня, прям там капец у меня когда был народ, ой, народу работы. И я прям думаю, всё, я не могу, я не пойду. Хотя до этого там вот, ну, ходила, начала там 2-3 дня. Потом вот самый последний день было как бы очень много. Ну, в общем, девочки, я сейчас сама собьюсь. И мальчики тоже наговорила на 10 рублей. Ну, ладно, в общем-то. Ну, и вот, в общем. Значит, прервал меня звонок по поводу похудения. Минус 2 килограмма. Я так решила, что я буду показывать, что я кушаю. Так будет мне проще. Я буду держать себя в руках. То есть, я буду знать, что мне надо будет показать, что вот-вот. И может быть, кто-то вместе со мной тоже будет садиться на правильное питание. Вот, наговорила уже на 10 минут, в общем-то. Ладно. Сейчас пойду себе готовить завтрак, наконец-то. Ну что, в общем-то, время 3 часа. Я один сегодня приём пищи пропускаю. У меня 12, 3, 6 и 9. Ну, так было, в принципе, и вот до этого, когда я тоже, как бы, сидела на интервальном. 4 приёма пищи. Сегодня у меня 3, потому что, ну, я в 12 ночи есть не буду. Потому что вчера, короче, в общем, я поздно поела. И поэтому, чтобы интервальное соблюдать. В общем, вот такой вот у меня завтрак. Что здесь, каша. Правда, она получилась очень густоватая. Я вот купила, по-моему, я такую как-то давно-давно брала кашу. Я вот не помню. Она стоит рублей 15. Думаю, возьму её. Вообще, я Геркулес не очень люблю. Ну, как бы, могу съесть. А если ещё приготовить, то точно съем. Вот, и она какая-то густовата. Я делала на воде, как обычно я делаю. Вообще, мне нравится Геркулес Нордик. Надо будет себе купить Нордик. А вообще, я обожаю вот что. Ну, спасибо, ребят. Вот. Вот эту свою любимую кашу пшёную с яйцом. Это просто мега вкуснятина. В общем, у меня, значит, Геркулес на воде. Чуть-чуть подсолила. 10 грамм мёда добавила. Вот ягодки. Два яйца и вот такой вот хлебечек. Кстати, я их давно не ела. Когда позавчера, что ли, я купила. Или позавчера. Прямо вечером ходила и вечером прям две штуки съела. Так прям у меня в охоточку. В общем, вот такой вот у меня завтрак. Всем, кто кушает, приятного аппетита. Так, чем закончился мой завтрак? На самом деле, ничем хорошим. Это каша. Буду есть сейчас ещё банан, потому что я не наелась. Я её купила недавно. Два-три дня, вот когда я покупала, ходила вот этим. В общем, я съела только половину, она горькая. Смотрела срок, а он просроченный. Пекиньте. Жесть. Ну, здесь никак... Пахнет она нормально. Пахнет нормально. Но вот она, вкус горькая. Поела. Началась снимать видео, показываю вам, как я тут вкусно кушаю. Короче, я не доела. Срок годности 4 месяца. 03-03-20-го. То есть, магните. У нас купила вот такую вот просрочку. Прикиньте, я прям вот сейчас выбрасываю её. Вот сейчас съем банан ещё. Записала себе уже всё. И да, у меня вот здесь вот список. Та-дам. Это фикс прайс. И надо сейчас себе написать. С одной стороны фикс. Я там уже 100 лет не была. С другой стороны продукты те, которые надо купить. Надо будет сейчас сюда себе записать, что мне нужна каша нордика. Именно потому что вот они, правда, дорогие. Вот. Но они вкусные. Нордик. Каша. Геркулесовая. Вот. Помните, его один остался, так не выкинула. Ну что, мой второй приём пищи. Курица с картошкой. И салат. На ужин, в принципе, то же самое у меня будет, только без картошки. Вот ещё один салат. Вот. Заправлять у меня сметаны нет. Ну, майонез, соответственно, нет. Я один раз пшикнула. Вот масло пахучее. Сюда. Ну, я не знаю, там 2 грамма, не больше. Просто для вкуса. Что у меня вот здесь вот, значит, курица была. Я даже не помню, показывала я или нет, что я её замариновала ещё вчера. Просто соль и приправа для курицы. И картошка, в принципе, ну, масла никакого сюда не добавляла. Даже, вот видите, она без кожи. Я кожу снимала. Это сделала мужу на 2 дня на обед. Рис с луком жареный и отбивные свиные. Сегодня на ужин. Ну, хочет это будет есть. Хочет вот суп. Я вчера сварила, но вчера суп ел. Я его не буду есть. Тоже здесь, ну, много пережарки слишком. На своей курочке. Бульон, конечно, шикарный. Но я что-то, знаете, считать просто. Лень было мне вчера. Я думаю, да, я просто есть не буду. А вообще хочу на днях сделать себе этого. Щей. Вот хочется мне щи. Я в магазине у нас тут видела, который рядом, зелёную капусту. Вот с зелёными листьями. Прям хочу сходить, купить и вот сделать себе. И на сладкое. Не хотела ничего делать, честно говоря. Духовку-то надо, знаете. Помылыш всё-таки. Опа. Видно и нет. Эти булочки. Ну, ёлки-палки. Первый раз такие делаю. Ну, как, обычное своё тесто. Ну-ка. Обычное своё тесто. Ну, как вот эти плюшки. Не плюшки, сердечки, не сердечки. Вот. Это на сладкое будет. Ну, мужу. Я половину завтра же поеду на ногти. И там 8 штук. 4 возьму родителям. 4 у мужа останется. Потому что он всё не съест. Отвёртка лежит. Я смотрю на него полдня. Надо отнести. Это я... Ну, чтобы стекло почистить, надо было открутить. Так, куда её? Надо сразу отнести. В общем, всем, кто кушает, приятного аппетита. На этом я буду заканчивать своё видео, в принципе. На ужин я показала, что у меня ещё будет. Ну, в смысле, на третий приём пищи. Это вот второй приём пищи. Курицы. Ну, может быть, завтра ещё чуть-чуть останется. Потому что мне же белок нужен. А здесь у меня всего 150. Получается, где я записалась? А, на столе 150. Вот это всё вместе. Но кость же я не считаю. Поэтому мне нужно много белка. Поэтому вот у меня курица. Потому что творог я как бы, ну, не хочу есть пока. Всё, всем пока. Хорошего настроения. Вот такие вот булочки получились. Я единственное, что, знаете, что, забыла их сверху яйцом помазать. Ну, ничего, они прям такие мягенькие. Пахнет вкусно. Но я не буду. Я как бы, ну, равнодушна. Если бы была бы солёная начинка, я бы съела точно. Даже вот не кривя душой. Сладкие я как бы не очень. В общем, всем приятного аппетита. Ещё раз всем пока.